Маткульт, привет всем! Новости апреля. Новость номер ноль, главная новость сегодняшнего дня заключается в том, что мы завели телеграм-канал, вот так вот, подписывайтесь на него все, телеграм-канал про образование, называется Алексей Саватеев, ну и там, в общем, большая часть постов, может быть, даже львиная часть постов будет так или иначе связана с вопросами образования, проблемами образования, с моими лекциями, которые я там или иначе читаю, иногда сами лекции будут туда заливаться, там какие-нибудь ролики, в общем, все, что касается образования. Сразу хочу предупредить, этот канал не является каналом для личного общения со мной. Уже прямо сразу я увидел там какие-то миллионы комментариев, типа Алексей, вот то-то, то-то, а как связаться, а привет просто пишут, да? Вы пишете привет моей помощнице Вере, которая будет его вести, а также всем ребятам, которые будут иметь ключи постить там что-то, да? Я вообще появляюсь в интернете крайне редко, да? И место моего появления это моя электронная почта, то есть все общение со мной должно проходить через электронную почту, а в экстренных срочных случаях через смс на мой телефон. Телеграм-канал не предназначен для этого общения. Вот. Дальше. Следующее. Я хочу некоторые сделать такой дисклеймер. Вот я призывал подписывать петицию, и мне пишут, ну и подписали мы, и что, что-то изменилось, что ли? Какая-то тишина. Я, дорогие друзья, не понимаю, а вы ждете чего? Что вы подпишете, и завтра же во всех школах будут хорошие учителя прекрасно учить ваших детей? Если так, то я прошу прощения, тем, кто так думает, дорога просто в дурдом. Предстоит примерно 20-30 лет работы, ну там чуть меньше, чем время, которое школу разваливали, да? Для того, чтобы ее восстановить назад. Так что я бы хотел сказать, наберитесь терпения, но на самом деле готовьтесь к борьбе и к тому, что вы сами будете тоже в ней участвовать. А все, кто еще не успел подписать, я еще раз призываю подписать. От вас требуется одного, прийти туда по ссылке и нажать кнопку. Тем не менее, до сих пор подписи меньше, чем подписчиков на нашем канале. Из этого делается совершенно однозначный вывод. Подписали не все. Подпишите все. Так. Следующая новость называется Норильск. Да, вон туда, на север, на север, на север планеты полечу я завтра. В ночь, утром постараюсь отдохнуть. И 8 апреля лекция математика вокруг нас в Заполярье. Регистрация вот здесь по ссылке. Пространство Лофт в Фаблабе по адресу проспект или проезд, точно не знаю, Катульского, дом 15. Так что Норильчане! Кстати, а есть ли у нас на канале Норильчане? Я уверен, что есть. И если кому-то из норильчан не лень, пусть, пожалуйста, в комментариях прямо отметится, что Я норильчанин, Алексей, на вашу лекцию приду. Или Я норильчанин, но, к сожалению, в этот раз никак не смогу прийти на вашу лекцию. На самом деле, в Норильске два дня, но 9-го они устраивают мероприятие в какой-то школе и в каком-то вузе, куда не могут пригласить всех. То есть я просто очень настаивал, чтобы хотя бы одно мероприятие было прямо для всех. Поэтому пошли навстречу организаторы фестиваля Arctic Wave и разрешили. Значит, 8-го числа вот будет для всех. Так что жду всех 8-го апреля в 8 часов вечера по норильскому времени в Норильске на моей лекции. Ну, конечно, после этого мы пообщаемся, там, пофоткаемся на вопросы отвечу и т.д. Так, дальнейшие планы. Сразу после Норильска мы едем гулять в Коломну. Так что не удивляйтесь, если вдруг обнаружите меня с женой и с мелкими детьми где-нибудь на центральной площади 11-12 апреля. Вот, так это не глюк будет, это будем мы. Вот, где-то там недалеко живет Борис Сергеевич Бояршинов, о котором речь еще пойдет чуть ниже. Так, дальше будет Питер. Ну, там будет неделя многих мероприятий в Москве. Вот, кажется, таких не, как это называется, мероприятий. Да, только будет стрим на Казахстан 9.30, но это Казахстану относится 15 апреля. Так, вот. А, да, в школе 179. Я не знаю, будет ли вход внешних, может быть нет, может быть да. Если будет, то мы об этом напишем ВКонтакте. Так вот, в 16.00, 15 апреля в школе 179 волшебство гауссовых чисел на их кружке. Но это я сейчас в первую очередь обращаюсь именно к школьникам 179, если вдруг кто пропустит. Потому что про вход внешних я не уверен. Вот, ну и дальше 18 апреля я еду в Питер. И утром будет прямой эфир по ссылке вот здесь. По, значит, заходите туда. И он будет диалоги про обучение. Называется, вот. Обсуждается как раз манифест спасения массовой школы будет. Так что все присоединяйтесь к этому прямому эфиру. Я поеду прямо туда, где его записывают. Прямо в логово к этим ребятам. Познакомлюсь с ними. Вот. Потом днем в Питере будет тоже мероприятие. Но я не уверен, что вместимость зала такова, что я могу сейчас прямо здесь всех на канал позвать. В Питере традиционно приходит куча народу. Но если по ссылке регистрации, которую мы сделаем, не будет набираться, те там 40-50 человек, которых мы ждем, то я ее бахну в один из самых последних дней ВКонтакте. Так что просто те, кто очень хочет днем со мной повидаться, пожалуйста, просто следите за там контактом где-то 15-16 апреля. 17-го, не знаю. Примерно в это время. И 18-го вот так. Так. Что будет дальше? Дальше я сразу из Питера еду в Нижний Новгород. Питер ночным поездом. Там будет у меня в гимназии Александра Невского уроки. Но туда внешних почти нельзя. Это означает следующее, что они готовы пустить 5-6 человек. Поэтому если кто-то бесконечно хочет попасть на мои утренние уроки в гимназии Александра Невского, пока у нас 3 места из 6 занято. Поэтому, ну давайте скажем так, отметьтесь тоже в комментариях. Ну и первых там, грубо говоря, трех, да, мы пригласим. Вот так сделаем. То есть в комментариях к этому видео можно будет написать в течение, в течение там, ну вот суток после момента опубликования. Дальше я уже заглядывать туда не буду. Вот. Вот так. Значит, Нижний Новгород. В конце месяца будут Мензелинск, Набережные Челны, Казань трижды. Там будет фестиваль Милмакс. Это будет 27-28 апреля. И об этом мы подробнее, так как больше не будет новостей уже в апреле, то об этом подробнее мы напишем в ВКонтакте, как обычно. Ну и в телеге, да. Теперь мы будем это все в телегу тоже перепащивать, перепащивать. Вот. Так, ну тут еще всякие приглашенные лекции, которые я не... Так, они внутреннего всякого пользования. Вот. Вот такие дела, значит, до конца апреля. Вот так. В мае и в конце апреля мы записываем 100 уроков математики. Еще несколько штук. До 50 будем их доводить. А последнее, значит, последний блок новостей касается... Нет, предпоследний. Ну почти последний, да. Там еще постскрипт он будет. Значит, последний блок новостей касается нескольких коллабов, которые вышли в это время. Вот за это буквально, за эти две недели из предыдущих новостей вышли интереснейшие коллабы. Первое. Терминальное чтиво с Гришей Мастеридером, который уже был у нас в шоу про эту самую улитку Паскаля. Так вот, я ходил к нему. Мы утром сидели, они вискарь пили. Я, значит, пил чай. Мы болтали обо всем. Получился шикарный разговор. Просто очень интересный и захватывающий. Просто невозможно оторваться. Заходите и говорите. Мы с Гришей, ну так, несколько разных взглядов по жизни, но не так, чтобы не до какой-то там терминальной степени. То есть, очень много было разногласий, но также были вполне какие-то согласованные позиции. Вот. Такая вот беседа. Беседа с очень вежливым спором иногда. Далее, значит, скандальнейший ролик вышел у Бояршинова буквально на днях. Значит, смотрите. Мне часто говорят, зачем ты ходишь к человеку, который манипулирует названием. Вот мы обсуждали как бы одно, да? А в названии какой-то вырванный из контекста кусок, который очень жестко кликбейтно звучит. Ну и люди приходят и вот на этот кусок как бы клюются. А там, на самом деле, весьма такая, я бы сказал, спокойная, непринужденная беседа, да, обнаруживается. Но у Бориса Сергеевича такой стиль. Вопрос, зачем это нужно мне? Я отвечу. Я очень внимательно слежу, чтобы люди, которым я преподавал, не были придурками. То есть, это мне... Я очень не люблю преподавать придуркам. А кто такой придурок? Это человек, который видит заголовок и сразу начинает срать в комментариях, там, выражать ненависть, изрыгать, там, свою эту злость. Вот, я таких людей не хочу рядом с собой видеть. Поэтому я должен их отпугивать, чтобы они у меня не появлялись. А у Бояршинова идеальное сборище вот таких вот придурков, ослов и, значит, вот эта вот секта, секта, значит, которой я всегда дразню, радостно дразню. Раньше они меня дразнили, я прям чувствовал злость. А теперь я понял, что, на самом деле, они злятся, и это круто, потому что, если ты ненавидишь, значит, тебя уже победили. Вот. Поэтому я и хожу к Бояршинову, чтобы вот это вот стадо свиней, там, в перемешку с гусями дразнить. И это классно. Я дальше тоже буду делать именно так. Так что вот, ну, понятно, что у Бояршинова есть и хорошие люди. Среди подписчиков у нас огромное пересечение с ним. Но я сейчас имею в виду именно тех, кто появляется в комментариях. В комментариях просто реально, ну, так, такие ведьминские пляски. Вот. Это всегда супер смешно. Далее. На Авроре вышел разговор с Масаловичем Андреем, это Кибердед, и Даниилом Сачковым, который основатель Бастиона. А на Авроре вот, ну, как бы это у них на Зене, на Яндекс.Зене страничка. Заходите смотреть. Очень интересная беседа получилась. Так, интересный подкаст. Это прям такое название. Какой-то там канал имени Илона Маска, что ли. Ну, в общем, так или иначе, по ссылке заходите. Тоже. Беседа во. Я, честно говоря, соскучился вот по такой жизненной болтовне. Последнее время все, как бы, в один и тот же вот это все сливается, как в унитаз. В одну и ту же, значит, повестку, которая связана с нашими этими военными действиями, да. А я хочу продолжать жизнь, ну, полноценную по всем вопросам бытия. Ну, почему все обсуждения туда ушли? И вот, значит, я поэтому радостно сейчас соглашаюсь на то, чтобы побеседовать. Если при условии, что беседа не сведется к непрерывному обсуждению вот всего вот этого. Вот. Так что получилось отлично. Получилась отличная беседа там. Вот. Далее две беседы с Максимом Протусевичем, часть 1 и 2. Это директор лицея 2.3.9. Вот. Вышли у Миши Богданова на канале, которому я ездил в Питер. Смотрите прямо от начала и до конца. Очень содержательная беседа. Макс прекрасный человек. Вот. Я рад тому, что мы с ним дружим. Мы, вот, ну, как бы, он явно наш такой, как бы, сторонник, да, и соратник. Так. Математика Нобелевских премий вышла на науке про. О, они любят, чтобы их называли наука про по-английски. Сейчас исправим, чтобы они, не это самое, не выеживались. Вот. Заходите и смотрите. Это несколько лет назад было в Ростове-на-Дону. Ну и вот, последняя новость, которая называется постскриптум. Ну, что называется, пока, пока, да, пока суд додела, 21 апреля будет очередной суд. Суд будет опять над Азатом Мефтаховым. Это какая-то там энная кассация, я не знаю. Понятно, что никто из нас ни на что не надеется и потерял всякую надежду, что Азата выпустят. Но! Я еще раз хочу недвусмысленно заявить. Освободите, пожалуйста, Азата. Ну, хватит уже ему сидеть в тюрьме. Я прошу вас. Сейчас нет никакой в этом необходимости. Конгресс уже все равно отменили. И я не вижу ни одной причины продолжать держать Азата в тюрьме. Поэтому, обращаясь к сильным мира всего, выпустите ребенка, наконец, на свободу. Вот так. Всем маткульт привет! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok